В одном из районов столицы трое злоумышленников решили завладеть чужим имуществом путем разбоя и грабежа. Но им это не удалось. С подробностями вас ознакомит мой коллега из пресс-службы ГУВД города Ташкента. С появлением интернета человек получил немедленный доступ не только к различной информации, но и ко многим сайтам виртуальных азартных игр, к веб-страницам с последней биржевой информацией. Это делает интернет особенно привлекательным для молодых людей. Игра в интернете чаще вызывает большую зависимость, чем просто игра в реальности, поскольку обеспечивает более быстрое воздействие и дает возможность играть в одиночку. Зависимость от азартных игр особенно опасна тем, что личность способна потратить очень большие суммы денег за короткий промежуток времени, не успев даже осознать, что же произошло. Таким образом человек может стать одиноким, безработным, его финансовое положение значительно ухудшается. А это может спровоцировать его искать деньги, влезть в долги или взять кредит, чтобы отыграться. Человек сталкивается с серьезными проблемами, решить которые самостоятельно не способен. В конце концов он может приступить черту закона. Преступление трое молодых людей спланировали заранее. Выбирали квартиру, присматривались хозяевам. И 12 сентября в 9 часов утра они подошли к дверям квартиры, где проживали супруги Шаира и Талибджан. Бигзот рассказал мне, что в намеченной квартире живет зажиточная семья. Он это слышал от соседей. Об этом можно было судить и по их машине. Нам с Бигзотом очень нужны были деньги. Лично мне для того, чтобы погасить свой кредит. Все началось с того, что я в интернете стал играть в электронную лотерею и в конце концов проиграл большую сумму денег. Когда Бигзот рассказал мне о своем плане, я сразу же согласился. У меня не было другого выхода. И потом мы не знали, что ее муж дома. Обычно в это время в доме остается только его жена. Мы убежали оттуда. Через некоторое время я пришел домой и около половины второго, когда я обедал, меня прямо из квартиры забрали сотрудники органов внутренних дел. Все эти азартные игры в интернете к добру не приводят. Я поздно это понял. Теперь я сильно сожалею о содеянном. Я вышел на улицу рано утром, часов в семь. Позвал своего товарища Азиза. Позже возле дома я увидел еще одного своего знакомого Батыра. Он остался ждать нас на улице. Я и Азиз подошли к дому, подготовились и поднялись на третий этаж. На моем лице была маска, в руке электрошокер. Азиз позвонил в дверь. Когда женщина открыла, я сразу же набросился на нее и стал закрывать ей рукой рот. Но она успела пару раз закричать, и мне пришлось использовать электрошокер. В это время из ванной появился ее муж и набросился на меня. У нас с Азизом не хватило сил справиться с ним, поэтому мы быстро выбежали из квартиры и разбежались в разные стороны. Позже во дворе моего дома меня задержали сотрудники органов внутренних дел. По данному факту, в отношении уроженцев столицы 28-летнего Азиза, 26-летнего Бигзода и 22-летнего Батырджана возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 164 пункта В Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Разбой». В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин